Продолжение следует... 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 Когда мы рассказываем о проекте, мы рассказываем о своих достижениях и привлекаем партнеров, в том числе финансирования, прямой или непрямой. То есть это не только спонсоры и прямые доноры, которые нам дают средства, или федеральный бюджет, который нам дает деньги на наши проекты, но еще и спонсоры и волонтеры, которые могут вам помочь с техническим обеспечением, с транспортом, с чем-то еще. То есть вот это вот важная такая штука. Мы разбавляем информационное поле. Это моя любимая вещь, потому что когда мы собираемся обсуждать с журналистами, с маркетологами, с владельцами информационных площадок состояние, мы всегда говорим о том, что очень популярно, точнее очень много места занимает в информационном пространстве разного рода чернуха. Все потому, что нет куда взяться позитивным новостям, если мы про них не пишем. То есть там понятно, что нам всегда рада полиция сообщить о том, и ГИБДД о том, что столько-то случилось ДТП, столько-то людей с топорами друг за другом гонялось, а вот сообщать о том, что случилось хорошего некому. Ну, кроме нас, потому что это то, что мы делаем. Никто, кроме нас, об этом не знает. Когда мы не рассказываем нигде, то мы как бы и выключаем эту хорошую составляющую из окружающего информационного пространства. А когда мы туда включаемся, мы делаем его немножко лучше. Это хорошо. Где и кому нужно рассказывать о проектах? Мы рассказываем о проектах на публичных презентациях. То есть это любые пространства, которые позволяют нам рассказать и показать наш проект. Вот последняя публичная презентация у меня была именно по проекту «Культурная мозаика» у меня была в августе на фестивале «Селектор». Это фестиваль, который проходил в пространстве бывшей типографии. Это молодежный фестиваль искусств. Они позвонили, сказали, скажите, а у вас что-то такое у нас слышали про конкурс с культурными какими-то инициативами? Есть, что рассказать? Я говорю, конечно, есть. Конечно, есть, что рассказать. Всегда есть. И вопрос о том, что в каком формате. Им нужно было показать какие-то интересные, связанные с молодежью вещи. И вот я подобрала, что у нас случилось и как это все произошло. Я рассказала о конкурсе, заодно рассказала о том, как можно в нем поучаствовать. То есть это получилось очень хорошо, просто и естественно. Вы можете использовать разные площадки, и нет площадок, на самом деле, которые вам совсем не подходят. У нас такая тематика социокультурные проекты, которые, с одной стороны, это менеджмент, это проектирование, с другой стороны, это огромный пласт, это и социальный проект, и культурный проект. То есть мы можем с вами танцевать на конференциях, на мероприятиях, на фестивалях. И насколько проекты всегда яркие, интересные, мы всегда можем, мы всегда есть, что показать. Главное, задуматься о том, что у нас есть. Об этом мы тоже поговорим. Мы рассказываем о печатках электронных СМИ. Это понятно. То есть мы рассказываем журналистам. Чем выше уровень СМИ, до которого нам удалось добраться, тем лучше. Ну, начиная мы с того, что у нас есть вокруг. Если у нас есть информационная лента, на которую мы можем публиковать свои новости, а сейчас достаточно много лент позволяет через премодерацию отправлять свои новости, то есть мы заводим личный кабинет на ленте, у нас это, например, у нас много таких лент. Заводим личный кабинет, отправляем свою информацию, она проходит модерацию, появляется в сети. Почему нет? Можно начать с этого. Мы пишем журналистам, мы рассказываем каким-то сетевым электронным изданиям, для которых необязательно выезжать журналисты, с которыми мы можем пообщаться удаленно. И потом потихонечку выходим на более высокий уровень. Это я говорю тем, у кого нет уже партнерских наработанных связей. Мы рассказываем в социальных сетях, потому что там огромное количество людей. Нас читают и потребители новостей, и наши благополучатели, это люди, которые живут на наших территориях, и наши соседи по территориям в том числе. И в социальных сетях мы можем встретить наших волонтеров, наших партнеров. Это запросто, потому что социальная сеть – это такое большое пространство, разноплановое. Вопрос в том, что мы, когда надеемся на разные какие-то отклики, мы по-разному подаем информацию. Если мы хотим найти именно волонтеров, то мы всегда в социальных сетях рассказываем, зачем нам нужны волонтеры и куда могут потенциальные волонтеры прийти. Мы рассказываем на сайте организации обязательно про проект, потому что на сайт уже кто-то ходит, у вас организация не первый день родились, соответственно, сайты уже, скорее всего, есть. У кого нету своего, у тех обычно там есть страничка где-нибудь на партнерском сайте, и люди привыкли туда ходить. И поэтому, конечно, мы заводим обязательно стартовал проект, мы заводим туда какие-то анонсы будущих мероприятий, пресс-релизы, мы заводим туда пост-релизы. Это на самом деле несложно, но это просто должна быть работа регулярно выполняемая. На тематических мероприятиях. То есть мероприятия, конкретно посвященные конкурсам, презентациям, методические круглые столы. То есть вот это все такое, вся вот эта кухня людей, занимающихся проектами внутренне. То есть на конференциях внутренних рассказывают. Простейшая такая штука. Публичные презентации и мероприятия. Мы рассказываем на формализованных событиях, из которых сложно вычлинуть что-то интересное, создать какую-то картинку. Но можно пригласить специализированные СМИ. Это речь идет о проектах, о вещах, которые мы сами делаем. То есть мы часто устраиваем презентации проекта. Мы рассказываем о проекте администрации. Мы рассказываем, мы выступаем, делаем какие-то секции на тематических мероприятиях. И это может быть немножечко скучноватая вещь, но мы все равно можем пригласить специализированные СМИ. Например, если мы делаем презентацию такую не яркую, праздничную, с вовлечением людей, а презентацию проекта официальную, такую немножечко скучноватую, но очень серьезную, мы всегда зовем СМИ, которые конкретно занимаются нашей темой. Это те, кто освещают тему туризма. И мы административные СМИ приглашаем, то есть пресс-службы, администрация. Им это достаточно интересно всегда. То есть если журналист какой-нибудь развлекательного портала, ему может быть неинтересно, и, скорее всего, будет интересно сидеть на вашем мероприятии и слушать какие-то выкладки, то представителям пресс-служб официальных ведомств им интереснее это. Все так входит в их пресс-секретарии, и пресс-служба это входит в их работу. То есть для них это будет интересно, причем можно прямо позвонить им, сказать, что у нас проходит, прямо позвонить, сказать, что у нас проходит такое мероприятие, приходите, это поднимает престиж территории. Мы вот сотрудничали, получали, получаем там средства, привлекаем средства в территорию. То есть это вот такие доводы. Ну и мы можем выступить на тематических мероприятиях не для журналистов, а для того, чтобы привлечь к себе партнеров. Нам всегда нужны партнеры на территории, нам всегда нужны партнеры в администрации, всегда нужны партнеры в школах, в домах культуры, в библиотеках, потому что это все такие позиции, где наша потенциальная, где наша целевая аудитория находится. Это всегда ресурс от помещения до людей, которые могут владеть информацией нужными нам навыками. Как мы рассказываем о проекте? Мы будем с вами работать с такими вещами, как календарный план и медиаплан. Календарный, и эти два инструмента существуют и для вас, и для нас. Для нас они нужны, поскольку с помощью этих инструментов мы сдаем свои отчеты для вас, потому что вы сдаёте отчет нам, и кроме того, вы планируете свою деятельность. И когда вы привыкаете, я не говорю научиться, потому что все представляют себе, что такое календарный план, и относительно, что такое медиаплан. Но когда вы научитесь регулярно им пользоваться, и введёте это в привычку, это сильно облегчит вам работу, потому что это работа по планированию и по приглашению СМИ. Календарный план – это просто список мероприятий, проектов, включая самые мелкие, включая внутренние какие-то вещи, включая регулярные собрания, обучения, которые могут проходить внутри вашего проекта, быть зашиты, на которые вы не обязательно зовёте СМИ, потому что они там регулярно и постоянно проходят, допустим, каждый вторник месяца. И медиаплан – это план событий, которые вы планируете освещать в СМИ. Медиаплан должны получить мы, для того чтобы понять, что мы будем освещать и выбирать. И медиаплан должны заполнить вы и сделать пометочку о том, что вы будете сами планируете освещать. Те, кто работает с нами не первый год, они уже получали эти планы, но в этом году я прислала уже, как это всё будет выглядеть. Это, естественно, будет календарный план, когда вы его составляете. Он, естественно, корректируется. То есть никто не говорит, что если вы поставили число 1 декабря, допустим, вы что-то делаете, то вы уже не можете его изменить. Нет, можете, это не парается, просто желательно предупреждайте о том, как будет меняться примерно, допустим, ваше событие. Чтобы мы могли, я очень часто запрашиваю сама какие-то вещи, что-то пишу к нам на сайт или куда-то ещё отправляю. То есть, ну, вот такой вот медиапланчик. Сейчас мы посмотрим его поближе. Ещё один инструмент – список СМИ. Это нужно сесть и сделать. Он состоит из… Мы тоже с ним познакомимся, чтобы иметь под рукой вот прям перечень наших партнёров из СМИ, наших потенциальных партнёров и просто СМИ, куда можно отправить. Есть инструмент контент-планы для соцсетей и схемы написания текстов. Мы всё это увидим сегодня. Так, это вот кусочек календарного плана, которым мы будем с вами пользоваться. В нём есть дата. Я вот написала его, примерно запомнила. Дата и время. Потому что иногда важно прописать время, что мы там будем со страницами, где страницами. Чтобы, например, я в это время вам не звонила и не спрашиваю, у вас должно быть мероприятие, а расскажите про него. Где? Город, улица. И пример заполнения. То есть что мы делаем? Мы называем или даём характеристику. Зачем делаем? Мы ставим цели и задачи. И кто выступает? Например, встреча в администрации. Это у нас прошедшее мероприятие. У меня получилось встреча в администрации с представителями отдела по туризму, отдела по социальной защите, отдела по молодёжной политике. Например, цель – обсудить стратегию совместных действий по развитию проекта «40 добрых дел». Выступали Ольга Иванова или, если у вас запланировано только события, будут выступать. Выступят Ольга Иванова, начальник отдела по молодёжной политике Новодвинска. Артём Романов, начальник отдела по туризму. Пожалуйста, пишите расшифровки инициалов, потому что мы не знаем, допустим, кто такой М. Войсидоров. Это Михаил Васильевич, это Максим Валерьевич. И мы всегда впадаем в такой ступор. А также лучше написать Максим Валерьевич такой-то, Анна Михайловна такая. Или можно написать имя и фамилию. Это тоже допустимо. СМИ очень часто уже в таком формате работают. То есть отчество, то есть, выкупляют, когда пишут только в очень-очень возрастном линии. Понятен принцип составления календарного плана. Если у вас есть события, которые регулярно повторяются, вы можете так и написать. Когда? Каждый второй четверг месяца с ноября по февраль. Занятие под качество. И этого будет достаточно. Я буду смотреть и думать, каждый второй четверг видеть, что у вас там какое-то мероприятие проходит. Медиаплан. Он для вас примерно вот так вот выглядит. Для нас он выглядит немножко по-другому. А у вас вот так. Мероприятия, которые будут запланированы для освещения в прессе. Или уже были освещены в прессе. Но еще не произошли. Сюда же мы будем вводить, когда будем корректировать медиаплан, то, что уже было освещено или чем. Для мероприятий, которые вы планируете освещать в прессе. Что произойдет в названии события, краткой характеристикой цели и задачи. Где? Место, дата, основные спикеры. Формат СМИ. То есть, что это? Социальные сети или сетевое издание, или только печатная газета, или телевидение, или радио. Примерная дата, когда может выйти информация. То есть, например, вы знаете, что если к вам газета, допустим, правда, с севера приезжает, и вам журналист сказал, мы там на следующей неделе, там в третьем номере информацию дадим о вас. То прописывайте. И уровень СМИ. Что это за СМИ? Региональное, ну или муниципальное, или может быть федеральное. Как у Анны, я знаю, всякое может быть. То есть, если к вам приехал канал «Культура», это федеральный уровень СМИ. А если там к вам приехала, допустим, радио «Карелия», то это тоже федеральный, но уровень не нашего, федерального уровня. А если там приехала газета вашего региона или области, то областная. То есть, вы это все прописываете, чтобы мы тоже себе представляли, как это работает. Мы потом будем собирать с вами все опубликованные вами материалы, поэтому этот еще и тот инструмент, которым вы пользуетесь, когда вы сверяете свои поставленные для медиаплана задачи и выполненные задачи. То есть, вот вы хотели, чтобы осветили ваш проект, пять вот этого мероприятия СМИ. Вы смотрите, случилась ли публикация во всех пяти СМИ. Вы сможете понять, если не случилось, то почему. СМИ не приехали, или приехали, но ничего не написали, или написали, или приехало больше СМИ, и вы потом пропишете, когда мы будем подбивать с вами отчеты примерно раз в месяц, в два месяца, будем смотреть, как у вас работа со СМИ протекает, насколько у вас успешно. И всегда мы можем с вами созвониться или списаться и попробовать понять, почему так произошло. То есть, почему, например, хотели, но не приехали, вы можете сами позвонить, спросите, вот, простите, почему вот вы приехали, мы вас ждали, и вам скажут, у нас просто времени не было, машина застряла, или там нашлось что-то более важное, или могут сказать, что вот, ну, мы забыли. То есть, тоже с этим будем работать. Это ваш медиаплан. Мы будем с медиапланом и с календарным планом работать по определенным периодам, когда у нас устаканится, пока мы в 1 ноября работаем с медиапланом. И с календарным планом там, ну, посмотрим, посмотрим по обстоятельствам, насколько часто мы там будем корректировать с вами, ну, не чаще, раз в месяц, я вам скажу. Ну, и по запросам, если у нас какие-то вдруг произойдут ивенты интересные, на которые нам понадобится там от вас какой-то отклик, мы с вами тоже свяжемся. Поэтому мониторьте ближе к концу месяца обязательно почту от меня, и постарайтесь реагировать там вовремя. Если вы не можете вовремя среагировать, отправить план или какую-то информацию дать, вы не напишите обратную связь, не игнорируйте только ради бога меня, я начинаю от этого прониковать, бегать по офису круга. Не напишите там, мы в отъезде, мы в командировке, или оставьте кого-то дежурного, потому что это важно, чтобы мы понимали, что у вас происходит, что все в порядке, просто у вас там какие-то дела. Для того, чтобы привлечь СМИ и сформировать медиаплан, мы работаем с информационными поводами. Я сейчас вам наю инструменты для вообще работы в целом, не только по конкурсу, поэтому это вот то, что можно записать в принципе для себя вообще. Информационным поводом, поводом пригласить к себе журналистов, поводом рассказать о себе на коне, опубликовать фотографии, что-то написать в социальных сетях, могут быть официальные, неофициальные праздники и профессиональные праздники. То есть самый простой повод – это день рождения организации, день работника культуры, день деревни, день библиотекаря. Это могут быть и неофициальные праздники, допустим, какие-то даты для библиотеки важные или для вашего музея, но про которые вы можете что-то рассказать интересное. Например, в этот день 20 лет назад в нашей библиотеке побывал какой-нибудь интересный деятель культуры или политический деятель, и, допустим, с этим связана какая-то местная легенда, он потерялся в лабиринте между книжных полок, а мы спасали его два часа. То есть такую историю можете рассказать, очень всегда всем будет интересно. Мероприятия, которые устраиваете вы, особенно если в них принимает участие кто-то особенный. Если вы устроили мероприятие, и там будет что-то интересное, вы что-то дадите журналистам, потрогать руками, или придет кто-то интересный, который хорошо рассказывает, поет, пляшет, или просто интересен всем вокруг, то вот это вы можете сделать, чтобы журналисты к вам пришли. То есть главное им рассказать, что к нам приедет вот такой-то человек, или мы вас пригласим, и разрешим сделать вот это в работу. в нашей работе. То есть что-то необычное. Мероприятие, на котором вы выступаете. Вы можете пригласить журналистов послушать ваше выступление в рамках какого-то большого мероприятия. Скорее всего, допустим, какую-нибудь региональную конференцию, журналисты уже получили приглашение, но вы можете им напомнить, написать, что в рамках такой-то конференции будет... Можете написать небольшой пресс-релиз, в крайнем случае, может, это будет им личным поводом прийти, особенно если пресс-релиз вы хорошо написали. Конкурс, открытие, закрытие, знаковые события внутри текучки проектов, например, генеральный прогул спектакля, открытое выступление, какая-то установка каких-то интересных вещей, то есть не просто, например, открытие памятника или арт-объекта, но и установка, и работа с арт-объектом могут быть интересными. Вообще, на самом деле, все, где есть интересная картинка, где случаются интересные истории, где находятся живые яркие люди, это интереснее, чем официальные мероприятия с точки зрения общения журналистов и людей. Понятно, что мало интересно, допустим, будет ли журналистов какая-то репетиция, которую вы там у себя в актовом зале прогоняете, особенно если она без костюма, или это только читка какого-нибудь сценария, но генеральная репетиция уже может быть интереснее. Да, вот об этом стоит подумать. Также информационным поводом, который вы можете отправить, может быть яркая фраза о вашем проекте, мнение участника, эксперта или медиаперсона, говорящей головой. У нас очень часто, когда мы работаем с цитатами, с фразами, получается так, что мы их берем, и это такой официальный деловой стиль речи, что проект очень важен для развития территории в связи со стратегией водоэкологии Российской Федерации. Это скучно и неинтересно. Это правильные слова, допустим, но не скучные. А вот какая-то интересная фраза, из разряда «20 лет в нашем районе не было ничего подобного», и «вот теперь есть». Или «я в первый раз в жизни вырезал таксу из дерева», или «я в первый раз в жизни познакомился с историей пинишской сказительницы Киева Поленовой». Я надеюсь, что я правильно сказала, и пинишка на себя обидится. Вот эти фразы, они интереснее. Их можно записать, вставить в пресс-релиз или в пост-релиз и отправить журналистам. Будет интереснее. Интрига. База СМИ, которую вы составляете для себя. Для себя. Нам ее не надо писать. Это штука, которую вы можете для себя составить сами. Номер. Что за СМИ. Специфика. Например, занимается призмом, занимается культурой, занимается архитектурой. ЦА. Кто читает и слушает. Вы, например, знаете газета «Заваленка». Специфика выходит только в бумажном экземпляре бесплатно каждый месяц. Читают ее люди старшего возраста. С кем мы общаемся в газете? Редактор Максим Ивановна. Контакты. Почта и телефон. И с пометочкой, что удобнее почта или телефон для этого человека. И дополнительная информация. Например, день рождения 3 сентября. Не забудь поздравить. Потому что всегда хорошо, когда вы поздравляете людей с днем рождения или профессиональными праздниками. или принимает фотографии только высокого качества. Или принимает только тексты с цитатами. То есть вы когда уже будете работать в этой базе, вы так себе сразу будете понимать. Вот сюда вот такая особенность. И потом, когда вы уезжаете, например, в отпуск, и вам нужно, чтобы СМИ занялся кто-то другой, вы ему даете этот список, и там есть телефон и пометочка. И вам не нужно объяснять, что вот в эту вот газету, чтобы подать, нужно вот это вот сделать, в этот журнал вот это. Здесь нужно три раза самому позвонить. У вас все написано. И этот инструмент может у вас ходить по всему офису от сотрудников и сотрудников. И даже если ушел сотрудник, который занимался СМИ, но вы составили вот этот список, вы ему можете передавать другому человеку, и все будет хорошо. То есть облегчить вхождение в работу. План событий для СМИ вообще. Этот обычный план сбоку числа с другого полка месяца. Это такой календарный план большой-большой. Его часто составляют всякие мебуки для себя. Это расписание того, что происходит. Но вы можете посмотреть и увидеть, ага, кроме праздников у нас вот еще и любой человек, который там пришел в новый или пришел из опуска или из декрета, увидит этот план и поймет, что запланировано, как включаться и когда, например, включать СМИ. То есть это такой вполне работающий, но не всегда он существует в реальности. Вы можете его завести в физическом варианте расчертить, вы можете завести его на Google-картах, в Google-документах, то есть чтобы он такой был. Его тоже нужно пару раз заполнить, а потом он сам уже пойдет, потому что все равно у вас более-менее будет уже привычка с ним работать. Не нужно прописывать в этот план цели задачи, но нужно прописать, что будет происходить, чтобы вы понимали, и чтобы у вас ничего из головы не нападало. Особенно это хорошо работает в маленьких коллективах, где все приходится держать в голове одному человеку, директору, например, или методисту. Вот это очень хороший повод разгрузить голову, потому что не надо держать лишнего дня, и это мешает работать. Вот. Сейчас мы работаем... Сейчас мы работаем с пресс-релизом и пост-релизом. То есть не путайте пресс-релиз и пост-релиз со статьей, новостью в постовых соцсетях. Это такие форматы. Это должна быть одна страничка 14-м шрифтом на бланке организации с логотипом желательно. То есть вот пост-релиз может быть подлиннее, и пресс-релиз тоже может быть подлиннее, но никому... Никто не будет смотреть на эту страницу. Это вот неинтересно. На ней должна быть дата написания. Она должна рассказывать, что, где, когда, точное название событий, ключевые участники, контакты, организаторы, особенности посещения. Сейчас мы разберем немножко подробнее. Так. Пресс-релиз. У нас есть вот такая вот схемка. Что? Название события. Да? Когда? Дата, время, открытие, закрытие. Где? Для кого? Кто приглашается и кто придет? Зачем? С какой целью все эти люди встречаются? Почему это важно? Можно вставить цитатку небольшую. Кто организатор? С кем связаться? Особенности аккредитации? И можно еще картинку для предвещения внимания к нему присоединить, фотографию. Сейчас рассмотрим, как это выглядит. Я накидала. Что? Конференция. Штык реальности. Как обеспечить устойчивость к развитию некоммерческого сектора? Когда? Вторник, 31 октября, 9.30, начало регистрации, 18 окончания. Где? Архангельск, музейный комплекс, гостиные дворы, набережная Северной Двины. К участию в конференции приглашаются представители некоммерческих организаций, активисты ТОС, инициативные группы, представители СМИ. Цель конференции проанализировать, что мешает некоммерческим организациям быть эффективными и устойчивыми, и наметить пути преодоления этих препятствий. На конференции мы сможем обсудить ситуацию, обсудить причины, проанализировать, то есть не будем все зачитывать, но вот такое вот, в чем мы там будем делать, зачем мы собрались. Конференция проводится в рамках программы повышения устойчивости и повышенности работы с ООНКО. Ну, это вот пресс, которая там обязательно нужна нам. Организатор конференции Архангельский центр социальной технологии Гарант. Конференция проводится при поддержке правительства. Организатор имеет возможность возместить и на дороге, и на дороге, и на транспортные расходы. Это особенности. Количество участников ограничено. Для тех, кому требуется регистрация проезда, регистрация для тех, кому не требуется регистрация и контакты организаторов. То есть, смотрите, вот это, например, конференция проводится, организатор имеет возможность, вот этот кусок, его журналист может спокойно, если ему нужно короткую заметку сделать, отрезать, да, и сказать там, вот, подробности вот здесь. Да, сайт я только не указала, куда можно кликнуть. Тут бы еще надо бы указать сайт организации, на который можно кликнуть и прочитать прямую ссылку на особенности. Вот это я не молодец. Да, там, он всегда может вынуть вот этот кусок, если мест еще меньше, и оставить что, где, когда и цель. То есть, каждый кусок вот этого вот плана, да, он может быть изъят. Или заменен, или сокращен. Для того, чтобы весь наш пресс-релиз вместился в формат издания. И картинка для привлечения внимание. Так, это не то. Так, сейчас мы вот сюда перейдем. Пост-релиз. Пост-релиз у нас немножечко по другой схеме выстраивается. Пост-релизе мы пишем, что будет, произошло, то есть, название события, как бы, да, произошло, где, цифры, сколько человек, городов, регионов или организаций присутствовали. Это важно по той простой причине, что цифры всегда печатать и читать интереснее, чем просто, да, какие-то, чем просто фразу. Кто пришел, и это не только администрация, специальные лица. Кто пришел, если у вас есть какие-то важные медиаперсоны, мы берем характеристику. Имя плюс организация. Да, там, например, Марина Михайлова, директ Архангельского центра социально-технологии «Гарант Архангельск». Что делали эти люди на вашем мероприятии и зачем? Дальше вы можете вставить цитату «Говорящей головы». «Говорящая голова» — это человек, который умеет хорошо говорить и интересно. То есть не просто там человек, который даст вам исключительно строго официальный комментарий, официально деловым языком. Вообще, чем более неформальные у вас мероприятия, потому что пресс-релиза и пост-релиза вы пишите и к неформальным мероприятиям тоже, тем более неформальной может быть цитата. Главное, чтобы она была литературной. Так, к какому заключению пришли на своем мероприятии или какой-нибудь еще промежуточный вывод, если у вас просто неформальная, там, не знаю, будовская толока, когда вы толкли лен, да, там. Можно вставить после этого еще одну цитату «Говорящей головы» по возможности, то есть другую «Говорящую голову» взять, которая тоже вам расскажет о том, что произошло. И опять напишем, кто организатор, с кем связаться для получения подробностей. И что еще планируется. И фотографии для привлечения внимания уже с мероприятия. Из такого пост-релиза легко можно ревайтнуть какую-нибудь небольшую новостную заметку. И вы обрещаете жизнь журналисту, который к вам, например, не пришел, но хотел бы это написать. На сайт, если вы пишете свой пресс-релиз и пост-релиз, это обязательно, или какую-нибудь небольшую новость о проекте, вы обязательно пишете заголовок с глагола «Фестиваль такс прошел или пройдет в Псоиде второй раз». И кратко, допустим, пишете, если это совсем маленькая новость, пишете что-то интересное. 15 старейших такс в Псоиде, я вот после Анны приехала, придут или пришли на фотосессию вместе с хозяевами. Полюбоваться на такс, попробовать Псоидский хеддок с медом и прокатиться с таксистом можно будет во дворе музея, или можно было во дворе музея по адресу. Приглашают не только таксы, или приходили не только таксы. И фотографии для привлечения внимания. В соцсети, если вы такую краткую новость пишете, то вам совершенно не нужен заголовок, то есть вы его выбрасываете. Но тоже еще мы об этом поговорим. Контент-план в соцсети. Мы переходим к пламенам работы в соцсетях, работа со СМИ. То есть свои пресс-релизы и пост-релизы вы отправляете по базе СМИ, которая у вас есть в соответствии с пометками, которые у вас возникли. Вот тут по этой схеме. Для соцсетей вы работаете тоже с инструментом, который называется «Контент-план». Для соцсетей важна регулярность. То есть нужно регулярно опубликовать новости. Не обязательно 5, 8, 10 штук каждый день, но вы должны для себя определить, какие, например, числа или в какое время будут обновляться новости. Я не буду сейчас говорить о каких-то моментах маркетинговых или маркетинговых, о том, что когда у вас большая посещаемость, вы смотрите, когда какая целевая аудитория приходит. Нет, для начала мы просто разбираем регулярную работу с соцсетей. То есть мы для того, чтобы у нас был механизм, и у любого, кому мы перепоручаем наши соцсети, чтобы у него была какая-то опора по поводу публикации социальной сети, мы делаем контент-план. Он у нас делается на неделю, там на две, простите, на три, в зависимости от того, насколько вы там сами готовы запланировать свой контент. Здесь у меня он, да, такой достаточно подробный планчик для человека, который там поставил перед собой цель запланировать свою группу в социальных сетях какой-то информацией и время. Вот вы, например, пишете, в понедельник в 11 вы отправляете фотоотчет. Во вторник в 12 у вас пост запланирован поздравления юбиляра. Вот этот контент-план у вас бьется с мероприятиями проекта и с медиамероприятиями для освещения в СМИ. Поэтому тоже, когда вы что-то одно сделали, все остальное заполняется очень легко. Там, допустим, вы можете запланировать там репост статьи из газеты там на... Ну, здесь не влезли у меня среда, там, четверг-пятница, там, на пятницу на 14. Там, повторить фотоленту, там, новую фотоленту во вторник в 16. Но главное, чтобы у вас, допустим, вы это можете делать, вы можете работать со своей группой обязательно, например, по понедельникам, средам, пятницам. Все остальное время опционально появилась информация, вы ее поставили. Но вы должны всегда понимать, что каждый понедельник, каждую среду хотя бы раз в день, каждую пятницу у вас что-то обновляется. Когда человек, и в том числе журналисты, журналисты тоже ползают по социальным сетям, особенно, когда мне не о чем писать, когда ваш человек, человек или журналист, залезает к вам в группу, он понимает, что, во-первых, у вас регулярно проводится работа, раз у вас регулярно появляются новости, а не там раз в месяц 10 новостей, а потом глухая тишина. Ну и о том, что группа живет в вас. И о том, что он будет знать, когда можно посмотреть. Потому что он может не увидеть ваши новости в своей ленте, но он будет знать, что если он в понедельник с утра зайдет, он увидит свежую новость. Или, допустим, в понедельник вечером сюда зайдет, он увидит свежие новости про вас. Даже если он их не увидел в своей ленте. То есть мы показываем, как и когда график нашей работы. Что можно публиковать? Это если вам нужно прям забить контент. Новости, фотоленты, видео, мнения, прям цитаты, уважаемые говорящие в головах. Вы можете свой пост-ревиз разбить на куски, которые публиковать отдельно будете. Инфографику, полученный продукт, сообщения СМИ о вас, советы, благодарности, поздравления, важную информацию по проекту и не только по проекту. Где вы можете публиковать? В социальных сетях. Вы можете присылать в электронные СМИ. Вы можете все это присылать в портал администрации, в портал ТИЦА, в сайт организации своей, в партнера, в печатных СМИ, на стендах размещать, на круглых столах рассказывать на заседаниях, на дочери группе конференций. Фотографии, материалы, капшотов. Такие мелочи мы уже об этом проговаривали. То есть потом вернемся. О чем мы говорим в интернете? То есть я так ближе вернусь к социальным сетям и к интернету. Мы говорим про идею. То есть у кого не продают товары, не формируют идею, в интернете, в социальных сетях нужно рассказать об идее. То есть вы рассказываете даже не столько и не столько о проекте, сколько о том, какую идею вы продвигаете проектом. Это не идея, допустим, провести фестиваль. Это идея сохранить традиции севера, напомнить там себе и другим о каких-то событиях важных, о том, что мы важны, о том, что мы что-то можем вместе сделать. Эта идея должна быть вирусным характером, это значит, что она должна сама себя воспроизводить. То есть это должна быть хорошая, правильная и востребованная идея. Если мы ставим перед собой идею сохранять фольклор пенежье, то нужно понимать, что это действительно интересно. Пенежье сохранять свой фольклор, ну это интересно, да. И мы не будем ставить пенежье там идею, я не знаю, развивать культуру англо-русских отношений, потому что пенежье менее всего на этом завязано. И эта идея не будет такой интересной, потому что не имеет под собой какой-то почвы глубокой. Где рассказываем? Там, где сами находимся, на платформе, с которой дружим. Иными словами, не нужно заводить, не обязательно заводить под проект отдельную группу, не обязательно заводить Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, если вы умеете хорошо пользоваться только контактом. Пусть будет только контакт. Пусть мы будем рассказывать о проектах в рамках работы нашей группы в социальной сети. Все прекрасно. У нас она есть, у нас в ней есть люди, мы с ней умеем хорошо работать, мы уже знаем про тайминг, отложенные посты и фоточки умеем обрезать под эту соцсеть. Не надо ничего придумывать. Потом, когда у нас появится время и ресурсы, будем осваивать другие социальные сети. Почему нет? Там, где находится наша целевая аудитория. Тоже момент. Если наши партнеры все живут в ВКонтакте, то нам незачем искать партнеров в Facebook. Если все наши партнеры, и мы знаем об этом, живут в Facebook, то мы не будем искать их в ВКонтакте. Вот логика. Там, где мы нужны. То есть, если мы заводим страничку конкурса «Культурная мозаика», например, на сайте любителей альпинизма, и при этом наш проект не относится никак к альпинизму, то мы не будем там нужны. Есть масса соцсетей. Я, когда готовилась первый раз к мероприятию по соцсетям, я выяснила, что есть соцсети любителей кошек, любителей велосипедов, любителей фотографий, любителей каши, даже там все, что угодно. Так вот, если мы нашли соцсети, то есть любители нас, то мы можем туда прийти. А во все остальные тематические группы мы можем не соваться. Нам не обязательно это делать. Еще мы можем прийти там, где нас не было. Вот мы знаем, что нас никогда не было в «Одноклассниках», но там есть наша цельевая аудитория. Можно туда прийти, это может прекрасно зайти. Почему нет? Так, что рассказываем? Когда мы работаем по проекту, мы рассказываем не только о проекте, мы рассказываем про них, про участников нашего проекта, про наших благополучателей, про наши результаты, но не про себя. То есть, иными словами, в формате там «мы», 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 «мы» это не так интересно, как в формате «а вот наши школьники», «а вот наши бабушки», «а вот наши туристы» или «наши таксы», вот это интереснее. Мы можем публиковать отзывы о проекте, мы можем поднимать спорные вопросы, нужно ли ставить посреди деревни Псовить огромную деревянную таксу, почему нет. Мы можем личные рекорды публиковать. В первый раз к нам на мероприятие пришли 500 человек, обычно приходит 350. Или за день мы нарисовали 300 шаржей на жителей нашей деревни. Это могут быть полезные советы. Вы можете эти советы сначала собрать, а потом раздать. Когда мы были в Псовиде, мы придумали интересный формат с Анной фотозагадок. Почему нет? Значит, дальше. Пишите человеческим языком, так, как вы рассказываете это людям, которые не знакомы со спецификой вашей деятельности. Это важно. Я даже не буду объяснять, что это важно. Если непонятно человеку, о чем вы говорите, он не будет вас слушать. Интересуйтесь людьми, их знаниями, мнениями, историей и опытом. Если вы задали вопрос со страницей в социальных сетях, людям, они могут не ответить вам сразу. Если у вас, допустим, в группе 1000 человек, вы можете комментарии и отклики получить только 20-30. Это нормально. Но чем чаще вы будете разговаривать с людьми посредством соцсетей и предлагать им говорить с вами, тем больше людей будет повертаться. Но это процесс медленнее. То есть это не процесс, который по щелчку пальцев стал проводить опросы, и в них сразу 3000 человек, понимаете, в части нет. Люди потихоньку раскачиваются. Но когда раскачиваются и привыкают, что-то делать, у вас появляется новый инструмент. Например, приучая людей к опросам, вы можете потом сразу с ними быстро решать согласование по дате, времени или форме активности. Например, готовы ли мы все в четверг прийти с метлами и убирать какое-нибудь здание старинное. И люди так, да, 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 нет, и свое там в комментариях, когда готовы. Это же прекрасный способ там собрать людей, идти, показать им что-то, показать, что вы прислушиваете мнению и посмотреть этот опыт. Вопросы, просьбы, советов, рекомендации, материалы про людей, интервью прекрасно можно публиковать и рассказывать. И материала сразу становится очень много, о чем можно рассказать. Там один день написали совет полезный, другой день спросили совета, третий день цитату, четвертый материалы про человека, там про человека из вашей команды, пятый фотографии, фото-лент, там в субботу, там еще что-то, там праздник, воскресенье, еще что-нибудь, еще одно, там видео-ресчет или репост от СМИ, и потом дальше по кругу, недельник и снова начали. То есть тиньку поводов получается очень много, если правильно к этому подойти. Ну и найдите свой стиль. Если вот вы пишете неофициально деловым, человеческим языком, то пишите, и потихоньку у вас все равно войдет в этот ход, выработается какая-то стилистика письма. Если вы привыкли там вставлять какую-то картинку обязательно, вот там обязательно картинка с птичкой или там с таксой, совесть мне не дает какое, это будет кусочек вашего стиля. То есть то, что вас встречает в руки. Как рассказываем? Ну, сейчас модно форматы лонг-ридов, поэтому немножечко такая уже ускоряющая информация, все, что можно сказать короче, надо говорить короче, но с другой стороны не нужно растекаться мыслью по древу, объяснять подрежа за одно и то же. Когда мы говорим, общаемся с людьми, встречаясь с ними на улицах и передаем им какую-то информацию коротко, то мы не... Если у нас мало времени, мы не растягиваем ее. То же самое. То есть представьте, что у человека не так много времени, чтобы прочитать вашу информацию, если это не специально придуманная длинная статья, которую сядет и прочитает, если это новостная. Главную мысль или посыл к действию в первом предложении и раскрывайте на 2-3 строки. Не нужно входить долго в тему. Если у вас есть информация, которую вы должны передать людям, мероприятия, события о том, что люди вам нужны, вот сразу об этом и говорите. Потому что в социальной сети первые 2-3 строчки, остальное скрывает обрезка, когда поза закрывается. Самые важные слова на первом месте в первом предложении. Нужна помощь. Приглашаем помочь. Пройдет фестиваль. Вот сразу. Что будет? Фразы должны быть проще, знаков припинания меньше, заголовки по стене обязательны. Не обязательно писать заголовок в социальных сетях. Заголовок нужен на сайте, когда человек открывает форму, он сразу там видит заголовок, лид, текст. В газете заголовок вам нужен заголовок, подзаголовок, вам еще что-то. А в социальной сети вы можете обойтись без него. Сразу начать писать, что случилось. Это имеется в виду, когда вам нужно принести конкретную информацию. Если вам нужно о чем-то долго и красиво рассказать, вы, естественно, пишите долгий и красивый рассказ. То есть нужно понимать. Еще немножко инфоповодов. Если у вас закончились инфоповоды и события в проекте, вы можете написать про праздник, вы можете вставить немножко юмора и мотивирующих цитат, только не злоупотребляйте этим. Вы можете вставить истории, которые уже с вами происходили, ретроспективу там прошлогодних постов. Вы можете вставить инфографику, которую нашли в интернете интересную. Вы можете написать кому-то лишний раз пару слов благодарностей. Вы можете найти какую-то информацию напрямую, не завязанную с вашим проектом, тоже интересные у нас советы, открытие ключевую информацию по району. И вы можете интервью или экспертное мнение взять в вопросе, к которому вы касаетесь, но не обязательно касательно вашего проекта. Всегда хорошо писать новости. К новостям нужно добавлять фото или картинку обязательно, четкую, чтобы она соответствовала соцсети. Facebook, например, любит квадратные картинки, прямоугольные, вертикальные, может подрезать не очень красиво. То же самое, если у вас несколько картинок, смотрите, чтобы они там, когда посты воткнули, чтобы они красивенько сложились. Видео еще лучше, но не слишком длинное. То есть там на полчаса, как вы идете, если вы понимаете, что это неинтересно, то не нужно. Если репостите новость с другого сайта, обязательно добавляйте в заколовок свой текст. То есть не нужно просто репостить. Она так у вас в рейтинге падает. И расшаривайте. Ну, расшаривание какой-то новости, когда у вас ее повайкали, и кто-то на свою страничку ее перемес, оно всегда работает хорошо. То есть вот все эти вещи. Попросите людей в своей группе, например, если это информация, которую вы должны разнести, как можно большее количество людей, новости, напишите, пожалуйста, репостните. Или обязательно поставьте лайк этой новости, если события важные. Ну, вот эти простые просьбы, которые конкретно горячий человек должен сделать, они тоже работают. Чем у вас более полайканная новость, она, тем выше ее внутренний вид. Чтобы люди прошли ваш текст, напечатайте его на картинке. Есть уже достаточно много разных инструментов в сети, которые позволяют нам бесплатно печатать текст на картинке. Ну, тоже такой удобный. Так. О проблемах, с которыми мы можем столкнуться в соцсети, вот по социалу нетворкингу я нашла материал. В сети нас могут преследовать комментарии негативные. Это такой недовольный пользователь, который написал негативные комментарии на нашей страничке, если у нас открытая стена. И написал какой-нибудь, что ему не нравится вообще, что у вас происходит, и что воблы не могут летать в облачках, воблы вообще не бывают в очках, и воблы с очками, с газетой в очках – это вздор, и верим в подобный вздор указок. Такой комментарий не нужно удалять сразу, хотя хочется. На такой комментарий можно оставить свой доброжелательный, положительный о том, что, ну, ваше мнение для нас очень важно, но вот мы отметим следующее. Только в долгие споры не вступайте, потому что есть тролли, которые готовы с вами, переходя на оскорбление, спорить. Как только человек на оскорбление перешел, сразу пишите, пользователь забанен, поскольку использует оскорбление. Вы можете, кстати, в группе, в правилах группы завести тему в ВКонтакте, там, где есть тема, и написать, что в этой группе запрещается оскорблять участников, выражаться там нелитературным, матерным языком, и, в общем, написать все те вещи, за которыми вы сможете просто взять и стереть комментарий и поставить человека в черный список. И когда у вас так происходит, то есть человек написал вам кучу матов и неадеквата, да, вот оскорбительный комментарий, вы пишете за бан, за мат, или бан, за прямое оскорбление в связи с соответствием с правилами группы. И все. То есть будет понятно, что это не вы психонолили, а что вот у вас есть правила, которым вы пользуетесь. И люди заодно смогут их прочитать и понять, что, допустим, вы не отвечаете на вопросы после 11, потому что там спите, или здесь нельзя там, допустим, купить билет в музей, но здесь можно там получить консультацию, как проехать до музея. То есть что у вас в группе происходит, в теме о нас вы можете написать. Оскорбительные вы сразу можете удалять, и нужно это удалять, потому что оскорбительные комментарии, они расстраивают остальных людей. Спам бывает, когда рекламные боты начинают спамить у вас на открытую стену, нужно просто удалять. Еще бывает такой момент, когда вы написали в посте и сделали в посте ошибку, ничего страшного, если его нельзя отредактировать, то просто напишите потом пост исправления, и все. В новом посте напишите, что мы исправляем время, и даже если можно пост редактировать, напишите, обратите внимание, время изменилось, ну что и чтобы люди там увидели, что вы отследили это. 7 правил хорошего текста. Не надо повторять в тексте заголовок для соцсетей, нужно описывать конкретную вещь, не нужно писать в тексте больше пяти цифр, особенно подряд, если это не инфографика, потому что вы должны... Ну, то есть если вы напишите много-много цифр, человек у них потеряется. То есть старайтесь их разбавлять. Одно сообщение, один посыл. То есть если у вас какая-то новость или призыв действует, то вот в одном посте у вас один призыв к действию. Прийти 15 ноября на уборку территории, вот об этом мы пишем, приходите 15 ноября на уборку территории, а не приходите 15 ноября на уборку территории, 17-го на чайпитие, 18-го на реставрацию. Люди путаются, пугаются, слишком много вы от них требуете. Пишите простым языком, пишите призыв к действию, что нужно сделать и как нужно сделать самое главное. То есть если мы хотим, чтобы люди сохраняли, допустим, старые дома, то вы напишите там, допустим, как лучше это сделать. Или если вы хотите, чтобы люди сохраняли там, сортировали мусор, самое простое, вы пишите, как его сортировать. То есть заведите 3 пакета, один складываете стекло в другую органику, в третью бумагу, и людям сразу будет понятно, как они должны это делать. Это залог информативности. 5 правил хорошей картинки. Картинка должна соответствовать формату соцсети. Вы можете использовать психологию цвета, монохром, темное, светлое изображение, красно-зеленые оттенки. Объясняю, если вы пишете про радостные события, а картинки у вас мрачные, мрачные, ровные, и, допустим, с густым, ну, обработайте вы немножко ее в редакторе, пусть она будет посветлее, потому что, когда у вас текст не будет биться с картинкой, это будет грустно. Потом там куча черно-белого хуны на фотографии, она, допустим, никак не ассоциируется с праздником золота осени. Ну, на уровне там. Лицо лучше предмета, лучше сфотографировать человека, чем предмет. Даже если это какой-то интересный арт-объект, сфотографируйте человека рядом с арт-объектом. Уникальные картинки лучше, чем изображения с файлов-обменников. Если вам нужно проиглюстрировать новость или что-то сделать вообще, то лучше сделайте свое уникальное изображение, телефон, только среди, чтобы оно было четкое. Еще лучше на фотоаппарат. Ну, и если вы используете несколько картинок, а всегда лучше несколько сразу, пусть они будут примерно в одной стилистике, то есть с одним цветофильтром, с одним взглядом, то есть как бы в одном каком-то формате и посвящены какому-то одной теме. Так. Ну, можно использовать теги, теги. Ну, вот старенькая информация у меня, в одноклассниках теги тоже появились. Теги – это вот такие штуки, которые работают для поиска. Кто не знает, что такое теги, мы можем созвониться и обсудить. Вот такой тег, как второй, с собачками, это теги для внутреннего поиска. То есть если написать, например, решетка, тег, собачка и адрес вашей группы в ВКонтакте, то по такому тегу будет удобно искать внутри группы новости. То есть он затем бывает. ВКонтакте обязательно предлагайте свои записи в большие группы схожей направленности, разговаривайте с админами, обменяйтесь постами. Вы можете поговорить, кстати, друг с другом и обмениваться постами в рамках общения между конкурсантами культурной мозаики. Напишите пост представления, разместите его в группах, в которых открыта публикация на стене. Выбирайте группу, где такое приветствуется. Например, у вас открыта группа ВКонтакте вашего муниципального района. Вы можете написать пост представления о себе и туда отправиться, там разместить. Обменяйтесь взаимными рекомендациями. Сбоку ВКонтакте есть у вас возможность поставить ссылку на другую группу. То же самое вы можете сделать. Вы можете обменяться друг в друга на рамках вашего конкурса, ссылочками на ваши группы. И человек, допустим, прочитав про один проект, может пойти и посмотреть на другой. То есть это вот вы друг другу можете всегда помочь. В фейсбуке заведите за правило комментировать записи, делитесь опытом, развернутым мнением. В фейсбуке это приветствуется, когда вы что-то пишете, не просто репостите, а пишите, рерайтите, пишите свое ценное мнение. Вступите в закрытые группы по теме и размещайте там свои посты. Каждый ваш пост должен публиковаться в специализированном сообществе. Ну, это такое, как бы... Постарайтесь публиковать не только в своей группе, если вы в фейсбуке работаете, но и о своих новостях, каких-то сообществах по интересам, информацию. Все. На этом я отпускаю. За час мы уложились. Если у кого-то есть вопросы, то можно их написать. Если вопросов нет, то можно будет написать их позже. Есть у кого-то вопросы? Или... Да. Так, какие вопросы? Можно написать, я на них отвечу. Или да, это означало, что все понятно. И все полезно. 30-й слайд. Давайте посмотрим, что это за 30-й слайд. Так, не понимаю, про что... Так, давайте вот про вопросы про конкретную работу вы вот на почту мне сдавайте, то есть писывайте мне, потому что я вот сейчас не совсем понимаю, о чем вы пишете. писать выпуски в медиаплан, выпуски чего? Ольга Владимировна, я потому что... Медиапродукт новости. Мне писать выпуски в медиаплан. Выпуски новостей. Вам писать в календарный план. В медиаплан, если вы их куда-то... Ну, то есть, во-первых, если у вас медиапроект, то вы... И у вас есть свой канал, то вы отдельно как медиаисточник прописываете его, и в периоды выпуски новостей вы, да, пишите, когда вы планируете публиковать в медиаплане свои новости, которые вы создаете. Да. Ну, вот в таком формате. Если вы их еще и куда-то посылаете, то вы пишите еще, куда вы будете их посылать. Если вы приглашаете на занятия или выпускаете в город там людей, которые будут с камерами искать эти новости, и при этом предлагаете журналистам на это посмотреть, вы тоже это пишите в медиаплан. Но если у вас продукт новости, то мы с вами просто заведем отдельную... Такое как бы... Вы в календарном плане обязательно прописываете в какие дни, и в медиа, там посмотрим, с вами разберемся. Это такая частность по вашему проекту. Да, не сколько всего инфосопровождение касается, сколько конкретики вашей. Зато вы обязательно свои новости публикуете в социальных сетях, свой продукт регулярно. У вас там плюс один к тому, что же нам еще публиковать в социальных сетях. Еще у кого-то есть вопросы? Все, тогда я выключаю, запись юбинара будет. Все, всем до связи. Если что, звоните, номер я всем отправляла. Будут вопросы, тоже звоните, обсудим какие-то, если что-то. Спасибо, Анна. Если что-то нужно отправить, то пишите. Не обещаю, что прям сразу, через 15 минут я отправлю, мы отправим. Можно напоминать мне. С 10 до 6 я с вами. Ну, вообще не так, потому что это не договор, потому что это онлайн-показатель.